здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика я сегодня вам хочу представить такую вот новую рубрику на нее меня натолкнула вот именно моя резкая потребность да вот я так понимаю что все мы вязальщицы у кого заняты руки мы перешли на на аудиокниги и сериалы у вязания да в лично у меня это так либо я слушаю что-то либо я включаю фоном сериал и один одним глазом подсматриваю и как бы и слушаю вот я поняла что мне не хватает я бы с удовольствием прослушала какую-то книгу по вязанию да и вот у меня допустим целая папка книг по вязанию ну в pdf формате вот но в аудио формате я такого не нашла именно книг по вязанию и вот вы знаете вот это элементарная теория которую не хватает времени прочесть хотя я понимаю что очень много там можно знаний дополнить к своему опыту да ну у меня это так вам возможно вот есть возможность начать с этих знаний ну ну как вам сказать вот вот я решила как бы попробовать я не профессионал в этом деле возможно я буду заикаться поначалу вот я вам не гарантирую но я учту ваши пожелания все если вам этот формат понравится напишите пожалуйста свое мнение под видео и мы такие я такие видео буду выкладывать воскресенье вот чтобы просто вы спокойно послушали по повязали что-то для себя узнали интересного в что-то полезного понятное дело что это книги и я начну у меня кстати две книги энциклопедия вязания и они перекликаются и каждая по-разному вот я начну с этой книги понятное дело что я не буду читать узоры вот это все это все дело требует визуального просмотра да и и практики я буду читать теорию то есть я просто вот для себя хочу прочитать книгу и буду читать ее для вас чтобы вы могли повязать и послушать вот для начала первое видео будет такое легенькое без теоретических как бы знаний просто история вязания которые я зачитаю с этой книги это энциклопедия вязания вот и кто хочет девчонки эту книгу в pdf формате пожалуйста под видео будет ссылка на мой инстаграм вот и там вы просто написать мне сообщение хочу книгу все я вам сразу высылаю после этого выхода видео я вам сразу я буду понимать о чем говорится в общем все ваши как бы пожелания к следующему видео я учту обязательно вы пишите в комментариях я постараюсь не бэкать и не мэкать понятное дело что это полностью новый формат для меня и это новый формат и новый опыт я конечно же наверное мне придется тренироваться но я постараюсь девчонки я постараюсь читать внятно в общем в любом случае это первый блин всегда комом и я наперед прошу у вас прощения вот поэтому предлагаю вам отрывок из книги энциклопедия вязание первую его часть как бы ее вернее этой книги часть это история вязания очень интересно как бы сама история вязание для меня я думаю и для вас очень интересно откуда это все пошло и из чего все и так книга это называется энциклопедия вязания самая лучшая книга по вязанию это они сами себя определили значит настоящее издание представляет собой авторизированный перевод оригинального английского издания vogue книгкинг вот вот все о вязании от а до я издателей всемирно известного журнала vogue вязание все что прежде можно было отыскать лишь виртуальных библиотеках собрано эти переводную книгу помимо всем возможных аспектов техники вязания в книге представлены дополнительные разделы с инструкциям выполнения ультрамодных дизайнерских моделей и да девчонки тут я вам скажу что я провистала действительно там оказывается есть все формулы вот по расчета я еще в это углублюсь конечно в эти все формулы я их обязательно буду использовать так ну и начинаю читать когда издатели журнала vogue вязание попросили создать самую полную книгу по вязанию с момента подготовки материала до завершения работы над книгой прошло три года исследовать сотни книг по вязанию некоторые из них уже давно не сдаются они выяснили до сих пор не только не было создано ни одной книги всесторонне охватывающей область вязания напротив вязальщицы приходилось покупать множество книг по крупицам собирая информации используя профессиональные знания и опыт в этой индустрии издатели разработали план создания самого полного справочного издания по вязанию которые кратким понятным языком с использованием наглядных инструкций шаг за шагом охватила бы все аспекты вязания более 50 специалистов под руководством издателя журнала vogue вязание участвовали в создании книги энциклопедия вязания каждая отдельная техника представленная в книге была тщательно изучена записана и протестирована издателями каждое слово образец фотографии и иллюстрации были созданы специально для этой книги нэнси джей томас участвовала создание главы о дизайне а также является автором многих технических описаний представленных другом в других разделах книги кроме того на ней была вся практическая сторона книги от руководства десятками вязальщиц которые работали по подготовленным ею точным инструкциям до отслеживания сотен образцов и фотографий карла с патрик главный эксперт и автор создатель компьютерной программы для подготовки написания этой книги компьютерной библиотеки условных обозначений модульного способа конструирования вязаного изделия и схем к нему кроме всего прочего она координировала и контролировала все фотосъемки джонни кониглио занималась написанием и изданием книги также руководила подробным подбором иллюстрации она тщательно подготовила эскизы примечания и вязание вязаны образцы для каждого раздела и работала с художниками на протяжении всего процесса чтобы обеспечить яркость и четкость каждого изображения ну хочу сказать что это конечно тут книга переизданная и копированная и нет тут конечно ярких изображений но информация полезная при написании как пользоваться книгой при написании этой книги было уделено большое внимание координации между материалом и оглавлением что существенно облегчит работу с книгой вступительная страница каждой главе содержит подробный перечень тем которые раскрываются в данной главе в конце многих страниц находятся перекрестные ссылки это позволяет читателю быстро обратиться к имеющимся в книге более детальным объяснением по данной теме не тратя время на их поиски по всей книге или предметному указателю условные обозначения системы сокращения а также символы и схемы используются по всей книге подробно объясняются в главе 4 исчерпывающий словарь терминологии вязания и сокращений также можно найти в главе 4 энциклопедия вязания предназначена для вязальщих всех уровней книга систематизирована по темам а не по сложности выполнения таким образом в каждой главе найдется что-то как и для начинающих так и для более опытных вязальщиц полистайте книгу и найдете то что вы ищете совсем не обязательно изучать все технологические приемы на тех которые наиболее подходят вам мест вместе с опытом ваши запросы меняются или становятся более конкретными энциклопедия вязания будет предлагать новые решения согласно вашим потребностям и творческим идеям до сих пор неизвестно как было изобретено изобретено вязание на спицах да и можно ли назвать вязанием то большое количество изделий от габелина древнего перу до украшения из проволоки которые имеют вязаную текстуру однако не были связанные на спицах многие изделия которые выглядят вязаными на самом деле выполнены разными техниками плетения при помощи инструмента похожего на швейную иглу тщательное исследование вязаного полотна часто но не всегда может нам рассказать о том как оно было создано но состояние большого количества старинного материала не позволяет сделать точного заключения хотя мы не имеем письменного доказательства несомненно что ручное вязание было изобретено когда люди играя с петлями из нити поняли что они могут получить плод прочное и эластичное полотно стоит лишь протянуть сквозь петлю нить поначалу большинство текстильных ремесел вязание являлось мужским ремеслом тогда как женщины пряли шерсть несмотря на то что к тому времени некоторые племена индейцев нового света уже изобрели свою собственную вязальную технику похоже что именно средиземно земноморье стало колыбелью вязание и торговцы и мореплаватели распространили это ремесло по всей европе а затем и по всему свету за отсутствием как каких-либо фактов вязальщицам пришлось самим создавать красочную легенду их ремесла подключив все свое воображение по их утверждению чтобы избавиться от нежелательных поклонников пенелопа из гомеровской одиссеи распускала именно вязаное полотно а не тканая и что бесшовное одеяние христа представляет собой тип тунисского кругового вязания считается что узоры типичные для феррского вязания стали известными благодаря морякам испанской армады потерявший потерпевший кораблекрушение а жаккартовые узоры предположительно были традиционными узорами одежды английских моряков при помощи которых можно было опознать тела выброшенные на берег на самом деле нет ни одного свидетельства подтверждающего существование вязание приблизительно до 8 века нашей эры и доказывающего хотя бы одну из этих легенд которые появились девятнадцатом веке благодаря историкам вязания любившим пряжу с хорошей репутацией во всех смыслах этого слова никто не может сказать какое вязание появилась раньше круговое или прямым прямыми и обратными рядами и на каких спицах вязали вязали прямым или крючковатых исследовали исследователи полагают что сначала возникло круговое вязание а плоское появилась гараже гораздо позже просто потому что вязать как по кругу проще в круговом вязании можно применить один вид петель лицевые тогда как при плоском вязание вяжутся и лицевые и изнаночные петли однако это не доказывает что такой способ вязания окажущихся современным следовать исследователям текстиля наиболее простым и логичным был изобретен первыми вязальщиками найденные в египте и сохранившиеся благодаря сухому климату вязаные носки появляются самыми ранними экземплярами вязаных предметов дошедшим до наших дней обнаружен но и фрагменты довольно схожи их хранятся во многих коллекциях текстиля включая музей виктории альберта в лондоне и детройский институт искусств мечгане сохранившиеся носки датированные 1200 1500 годами нашей эры выполнены круговым вязанием техника переплетения пряжи двух цветов не случайно эти носки и являлись самым первым доказательством владения и применения техники вязания эластичность вязаного полотна и идеально облегает ногу кроме того они удобны эти носки также демонстрируют что первые вязальщики заботились о потребностях не только тела но и души носки украшены различными узорами от зигзагов и других простых геометрических фигур до надписей и сложных узоров из ромбов напоминающих ковровые бордюры к сожалению до учреждения гильдии мастеров вязания в эпоху возрождения история вязание документировалась только благодаря случайным находкам сохранившихся вязаных полотен большинство вязань вязаных изделий было обнаружено в гробницах или церковных сокровищницах мы ничего не знаем о них кроме того что они сами говорят о себе без письменных свидетельств невозможно сказать было ли вязание повсеместным или являлась лишь специализированным ремеслом высококвалифицированных работников две из самых выдающихся находок пара вязаных подушек сохранившихся с 8 века в испанских гробницах каждая подушка покрыта различными очень сложными двухцветными узорами а плотность вязаного полотна составляет 20 лицевых петель на два с половиной сантиметра в этом узоре демонстрируют арабские мотивы что не удивительно для испании находящиеся под влиянием мавритании возможно эти подушки были связаны монахинями которыми пришлось приложить немало усилий чтобы вывязать эти прекрасные сложные узоры многие сохранившихся средневековых вязаных артефактов имеют отношение к церкви искусственно связанные мешочки для реликвий и швейцарии и литургические перчатки найденные по всей европе как и случае с подушками мы можем лишь удивляться их долговечности и изумительному качеству и только догадываться о том кто их создал существует теория что вязание было известно и некоторым живописцам эпохи раннего возрождения на нескольких запрестольных образов четвертого столетия изображена дева мария вяжущая по кругу одежду для младенца христа обычно рубашку но эти изображения не могут подсказать почему художник запечатлела мадонну вяжущей атрибут ли это советской дамы или ассоциация с простым людям они просто демонстрируют что художникам было известно вязание помимо большого количества сохранившихся церковных находок самым первым вязанными предметами одежды были шапки и сваленной шерсти чулки и детали рукавов первая вязаная волочная шапка была выполнена в восьмом веке в ковентри англия и вариант этой шапки продолжали вязать 19 веке для солдат воевавших в крымской войне несколько экземпляров этих изделий хранится хранятся в британских музеях и напоминают головные уборы с некоторых портретов гальбейтна первые вязальщики шапок имели правительственную лицензию на производство а цены на товар контролирует контролировались для предотвращения спекуляций конечно эти шапочки были не домашними вязальщиками а извините конечно эти шапочки шапочки были не домашними вязальщиками а нанятыми работниками на полный рабочий день изготовление вязальных спид было чрезвычайно трудным поэтому спицы были спид было очень немного и они были на весь золото с развитием технологий обработки металла в начале 17 века постепенно стало возможно массовое производство однотипных вязальных спиц это привело к большому увеличению видов вязания и зависело от развития гильдий мастеров вязания некоторые из которых существовали вплоть до 18 века членами гильдии были исключительно мужчины и распространились они по всей континентальной европе британские вязальные гильдии входили именно вязальщики шапок процесс обучения в гильдии был долгим и трудным чтобы стать мастером нужно было учиться ремеслу шесть лет три года в качестве ученика и три года в качестве подмастерия после обучения стремящиеся стать мастера мы должны были изготовить шапку из валеной шерсти палуют пару чулок и перчаток украсить вышивкой рубашку или жакет и вязанный ковер примерно метр восемьдесят три на полтора метра с изображенными цветами лиственными орнаментами и животными и все это за 13 недель эти ковры не стелили на пол но использовали в качестве скатертей или настенных гобеленов и некоторые из таких шедевров вязания сохранились и по сей день с неповторимыми цветочными орнаментами на заднем плане и медальонами в центре подражание узоров тканых ковров это воистину сложнейшая техника степень из их сложности позволяет предположить что они были связаны не на спицах а на рамах для вязания по мере возрастания мастерства вязальщики постепенно вытесняли производ производителей чулок из ткани в 16 веке мода изменилась и стали популярными короткие пышные панталоны вязальщики начали снабжать мужчин модными чулками которые подчеркивали форму ноги говорят что генрих 8 носил чулки исключительно из ткани но уже во время правления елизаветы 1 привозимые из испании украши украшенные узорами вязальные вязаные шелковые чулки становятся предметом туалета для королевы и представителей аристократии первый вязальный станок для производства чулок был изобретен уильямом ли во время правления елизаветы 1 легенда гласит что ли изобрел станок в помощь своей жене вязальщица чтобы облегчить тяжкий труд ручного ручного вязания чулок предположительно ли было отказано в выдаче патента так как королева елизавета якобы полагала что станок лишь лишит работы очень многих вязальщиков работавших ручную ли первым попытался механизировать вязание сделав первый шаг в процессе превращения ручного вязания в почти эксклюзивное ремесло доставляющее удовольствие отказала королева в патенте или нет абсолютно точно одно станок ли едва ли смог снискать одобрение в той области где ручное вязание является средством существования вязальный фольклорный фольклор пропала еще одна попала еще одна история говорящая при страсти елизаветы 1 к элегантным чулкам рассказывает что леди монтегю изобретательницу знаменитых ажурных узоров которые так и называются узоры монтегю называли шелковой дамой королевы к сожалению эта история как и многие другие истории о вязании на самом деле имеет под собой мало оснований сохранились элегантные узорные чулки того времени несколько пар пар чулок украшенных издачной вышивкой и доходящих до середины бедра их еще называли песочными часами и чулки выполнены ажурной вязкой и узором из лицевых изнаночных петель дорогостоящие чулки становятся нет невероятно модными и возмущенные пуритане называют их бесстыдным роскошством в 16 веке шведский король эрих 14 имел 27 пар чулок что являлась верхом расточительности с повышением спроса на вязаные изделия вязальщики начали производить и другие предметы одежды в дрездене восточная германия сохранились искусно связанные короткие панталоны средины 16 века украшенные ажурными узорами и узорами из лицевых и изнаночных петель разрезы были связаны так чтобы было видно нижнее белье а гульфик был преувеличенно украшен рядами платочного вязания чередующими со сполосами узора мох как говорят в день казни английского короля карла 17 а карла 1 в 17 веке боже на нем была тонкая шелковая вязаная блуза которая сегодня хранится в лондонском музее эта блуза была связана причины дамасским узором из изнаночных петель другие предметы одежды приблизительно той же эпохи были связаны двухцветными узорами с добавлением металлизированных нитей имитирующих жаккардовую ткань подобные вязаные узоры проектировались на прямоугольных панелях из которых впоследствии собирались кардиганы с секциями прямой чулочной вязки самым экстраординарным экземпляром вязаной одежды 18 веке безусловно является хранящаяся в лондонском музее виктории и альберта голландская юбка из белой шерсти выполнила выполненное дамасским вязанием юбка в окружность окружностью 3,2 метра длиной и 0,8 метра полностью покрыта орнаментами из животных и птиц коровы носороги крокодилы гуси петухи собаки кабан это только не многие из них и связано исключительно чередованием лицевых и изнаночных петель как и в случае с коврами шедеврами предполагается что эта юбка была связана связана на раме впрочем не важно как именно способом она была связана это рукотворное чудо с плотностью в 22 петли на два с половиной сантиметра и приблизительно больше 2,75 петли в каждом круговом ряду без единого повторяющегося мотива в течение того же самого периода более грубые но более практичные вязаные вещи производились в сельской местности когда техника вязания упростилась это позволило сельским жителям вязать изделия главным образом чулки которые мы можно было продавать это ремесло было отнюдь не чисто женским участвовала его семья мужчины участвовала вся семья мужчины женщины и дети за одну неделю каждый должен быть был произвести хотя бы одну пару чулок занимаясь вязанием в любую свободную минуту зима когда сельскохозяйственных работ было меньше производство вязаных изделий увеличивалось так как семьи вязали по вечерам при свете очага чтобы легче было отыскать клубок закатившиеся темные углы вязальщики наматывали нитки на детские погремушки некит некоторые из таких приспособлением девятнадцатом веке сохранились по сей по сегодняшний день несмотря на достигнутые вязальщиками мастерство и скорость выполнения вязание оставалось большей частью дополнительным ремеслом так как доходов от производства не хватало на жизнь такие писатели как самуэль джонсон даниэль дефо джузеф эдисон и адам смит упоминают о вязание как о ремесле низших классов более того джейн остин вязали только у а более того у джейн остин вязали только бедные женщины и знатные дамы занимались другим видами декоративно декоративного рукоделия период колонизации англичане и другие европейские нации распространили вязание по всему земному шару первые американские переселенцы открывали школу где мальчики и девочки обучались вязанию изготавливая столь необходимые носки и рукавицы у детей не оставалось времени на шалости ко времени американской гражданской войны этот промысел был так хорошо развит что женщины среднего класса обеих сторон направили все усилия на снабжение войск связанными изделиями возможно впервые вязание было связано с патриотизмом женщины одевали простых солдат а не только членов своих семей на юге вязание экономичным способом заменила одежду поскольку война закрыла гавани для импорта одежды из ткани англичане также распространили вязание индии где некоторые районы стали знаменитыми благодаря своим чулками с хлопка миссионеры пристрастили к этому ремеслу китай и японию которые в наше время являются центрами вязального искусства несмотря на отсутствие местных традиций вязания в конце восемнадцатого начале девятнадцатого веков качество пряжи лучше улучшается и объемы ее производства возрастают впервые становится доступной высококачественная хлопкая хлопковая пряжа из шерсти мериносовых овец производятся новые мягкие шерстяные пряжи с появили с появлением вязальных машин ручное вязание перестает быть ремеслом сельских бедняков достижение в печатном деле и появление книг с узорами для вязания способствовали распространению вязания среди среднего класса свободное от работы время невероятное количество вязаных изделий созданных трудолюбивыми леди девятнадцатого столетия до сих пор поражает воображение от метенок перчатки без пальцев до пера перочисток от расшистых бисерям сумочек где каждая бусинка расположена в точном порядке и тщательно вязана в полотну однако одной до кружинных шалей таких воздушных что их можно пропустить сквозь обручальное кольцо на проходившие в англии в 1851 году всемирные выставки было предоставлено несколько экземпляров того периода в том числе связанной из белых швейных хлопчатобумажных ниток кружевное платье которые как предполагают насчитывает миллион четыреста шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят девять петель ужас также в девятнадцатом веке вязание использовалось для украшения этнической одежды а бить обычно имитируя дорогие и редкие ткани богатые крестьяне старого и нового света развивались собственные традиции вязания наиболь известными виды традиционного вязания такие как жаккардовое вязание оранистое вязание кружево и скандинавские узоры появилась не ранее девятнадцатого века глядя на этническое вязание мы можем видеть у страсти мастерство с которым вязальщики использовали все возможности ремесла жены шведских фермерам производили причудливые короткие кардиганы с переплетением нитей двух цветов австрийские женщины вязали своим мужчинам куртки со сложными узорами из лицевых и изнаночных петель литовцы превзошли себя в вязание сложных многоцветных рукавиц которыми обменивались как свадебными символами индийцы южной америки из анд приспособили вязание к своим национальным традициям создавая шапки и гетры имитирующие их традиционные тканые одежды жители аранских островов производили свои первые свитера с крупным рельефным узором а жители шитлендского островов свои первые кружевные шали в индии переквалифицированные кашмирские ткачи использовали свой традиционный узор огурцы при создании сложных вязаных шапок из произведений льва толстого мы знаем о вязании русской прислуги самое примечательное анна макаровна няня из романа война и мир которая вязала два чулка одновременно один внутри второго вязание распространяется повсюду мужчины и женщины используют его в своих местных нарядах создавая изделия и дизайн наиболее удовлетворяющие их требования начале 19 многие бедняки использовали вязание для улучшения своего финансового положения английские реформаторы неоднократно предлагали научить уличных мальчишек вязать носки чтобы удержать их от тюрьмы эта традиция продолжается в 20 веке филантропы сделали из вязание отрасль производства для простого люда представители аристократии поддерживали шотландских вязальщиков с далекого севера способствуя развитию их ремесла и распространение его среди неработающих слоев в новом свете жена шотландского миссионера наладила индустрию ручного вязания индейцев племени ковичан которые производили толстые свитера жаккардовых узоров также защитники окружающей среды нашли путь сохранения мускусных быков аляски и снабжение деньгами местного населения они открыли кооператив ручного вязания оминг мак для производства изделий из шерсти муксусного быка наше время сестры из меринола управляет вязальным кооперативом в качабамбе боливия с помощью которого надеются помочь индейцам ант продавать предметы их вязального искусства одним из знаменитых знаменитых примеров слияния общественной идеи и вязание искусства является шведское предприятие богу стикнин она была основана супруга губернатора провинции богу слен эмма якобса в целях обеспечения работой жен аминотесов и фермеров богу стикнин производила связанную вручную одежду потрясающую по красоте и отделки шведское правительство обычно дарила шедевры вязаного искусства почетным гостям один из даров получил и никита хрущев во время своего государственного визита в швеции в 1950 году с с наступлением послевоенного процветания и после выхода на пенсию госпожей якобсен бизнес постепенно исчезал и в 1969 году предприятие богу стикнин в конце концов закрылась 20 век стал свидетелем возникновения небывалого разнообразия готовых вязаных изделий и дизайнов ручное вязание отошло на задний план и его популярность уменьшилась но связанный вручную свитер по-прежнему занимает лучшее место в гардеробе любого человека которому посчастливилось быть его обладателем связанные вручную изделия являются частью высокой моды они имелись в коллекциях киапарелли и шанель а теперь и в коллекциях перри эллис и жанна поля готье военное время одежда вязалась для солдат а в мирное чаще для детей вязаная одежда присутствует на фотографиях в течение многих десятилетий облегающая пышную фигуру девушек 1950-х и надетая на строгих игроков в гольф создатели новых волокон рассматривали вязание как средство для создания драпировки и стен и других декоративных объектов 1970-е английские дизайнеры производили огромное количество вязаной одежды и побуждая вязальщи заново открывать себя для возможностей и структуре в структуре и цвет цвете которые игнорировались менее предприимчивыми из них громоздкой или утонченной искусственно выполненное или неуклюжее ручное вязание распространилось сквозь национальные классовые границы чтобы стать важной составляющей нашей жизни ну вот девчонки вот такое вот вступление вот история вязания девчонки сложно мне было читать потому что книжка в pdf формате и начало вот кто кто кому я пошлю эту книгу вы поймете почему так потому что первые страницы размыты далее в этой книге я кратко вам пишу что там о пряже очень много информации о видах пряжи вот о материалах о нужной нужном инструменте вязания вот очень очень такая подробная информация хотя большому счету книга вроде бы как небольшая вот узоров не так и много но основное тут как бы теория больше там провязывание сокращения вот виды швов и вы знаете что в конце как бы третья последняя часть этой книги очень я же говорю я пролистала таки смотрю очень такая себе полезная потому что там по большому счету собраны все формулы прямые которые нужны при моделировании разных как бы изделий вот что очень интересно если посидеть с нею то конечно же можно разобраться это для тех кто вяжет на заказ я думаю книга с очень очень полезным вот много всего интересного вот так что девчонки кому надо я с удовольствием поделюсь этой книгой я тоже ее где-то набрела на просторах интернета но я часто эти книги скачиваю если мне попадаются вот и складываю в папку вот они у меня и сохраняются в папке вот здесь вот уход завяжена на я просто сейчас листаю вам кратенько рассказываю уход ну вот вы знаете уход возможно бы я и прочитала кстати есть еще одна у меня энциклопедия совсем другая другого автора я еще ту вам прочитаю часть вот именно тоже отрывки прочитаю вот информация очень много вы мне напишите может вам все то что касается теории зачитывать вот я бы допустим лично я бы такую книгу прослушала с удовольствием потому что все равно в головушке что-то останется да ай тут такие узоры простые симпатичные ну да ладно девчонки не буду вас загружать повторюсь и кому кому книжечку кому хочется кто хочет книгу пожалуйста instagram сообщения просто хочу книгу я вам присылаю эту книгу также напишите мне про ваше впечатление еще прошу прощения за то что не очень внятно читала в конце когда уже буковки были такие выразительные тогда уже читалось легче и либо язык разработался я не знаю возможно нужно тренироваться перед тем перед чтением вот вы мне подскажите может если у вас какие-то фишечки да да очень много формул именно в моделировании изделий много форма много расчетов дается в этой книге ну все instagram хочу книгу на сегодня я думаю хватит для начала да я с вами прощаюсь с вами была викой школа рукоделия всем пока пока и жду ваших мнений девчонки мне очень очень интересно всем хорошего вечера